В фойе Дворца Творчества дети в красных галстуках. Повсюду плакаты и флажки пионерской тематики. Сегодня в учреждении вспоминают ушедшую эпоху. Пионеры соблюдают распорядок дня и всегда ходят в красных галстуках. Они были дружны, так же, как и мы сейчас. Здравствуйте! Праздник, с которым дети поздравляют гостей, устроили в преддверии юбилея Дворца Творчества. Многие педагоги работали здесь еще при Советском Союзе. Тогда учреждение было штабом Всесоюзной организации имени Ленина и называлось Дворец пионеров. Здесь работали с пионер-вожатыми председателями Советов дружин и комсоргами школ. В свое время я была председателем Совета дружины первой школы, а затем секретарем комсомольской организации. И здесь был штаб. То есть я вот тоже выросла в нашем дворце, как в центре методической работы. Пионерское движение играло важную роль в воспитании подростков, представляло им площадку для социализации. А наставниками школьников были старшие пионер-вожатые. Лидия Филатова посвятила этому делу 13 лет. Хоть Советского Союза уже нет и пионерия ушла в прошлое, профессия остается с Лидией Анатольевной и сейчас. Женщина уверена, бывших вожатых не бывает. Вообще вся душа. Вся душа с пионерами всю жизнь. Я с ними всю жизнь, с ребятишками. И никогда. Вот даже уже сейчас сидеть бы дома и работать. Нет, я не могу сидеть. Я сейчас всё ещё работаю с мальчиком одним на дому. Собрались на праздники все те, кто был связан с учреждением долгие годы. Педагогов, которые проработали здесь более 20 лет, наградили знаком за заслуги перед дворцом. Это почти 30 человек, в их числе и Елена Дрёмина. Она была руководителем хореографической студии «Калинка». Этому дворцу я отдала 30 лет своей педагогической деятельности. Здесь прошла моя молодость, моё детство и мои зрелые годы. Для меня всегда самое главное было с душой относиться к любимому делу. Я тренировала детей, занималась практически каждый день, вывозила их на конкурсы. В этом году в Копейске была выпущена педагогическая энциклопедия. Она вмещает в себя вековую историю системы образования нашего города. Отдельное место в ней занимает Дворец творчества. О педагогах учреждений и творческих объединениях в издании написано 57 статей. Экземпляры книги в торжественной обстановке вручили героям с её страниц. Очень достойно представлен дворец. И я думаю, что вот такой замечательный подарок вполне заслужен. И сегодня получат, наверное, все те, кто являются героями этой энциклопедии, эти книги. И это очень замечательно. Этот праздник был лишь одним из мероприятий к юбилею Дворца. Главное торжество пройдёт 20 ноября.